Меня Юсупов Андрей. Я закончил Санкт-Петербургский политехнический университет в 99-м году. Потом занимался всякой ерундой, волей судьбы. В 2003 году меня привлекли биомедицинским исследованием. И вот через много лет мне оказалось так, что мне есть о чем рассказать. В общем, для этого я вас и собрал. Сегодняшняя лекция, название вы видите. Нейросети. Речь идет о чем? Речь идет об математическом аппарате, который очень удачно вписывается в обработку результатов биомедицинских исследований. Итак, для тех, кто не знает, что такое искусственная нейронная сеть, небольшая справка. Искусственная нейронная сеть – это такой математический аппарат, который моделирует простейшие, но очень важные функции своего биологического прототипа. Точно так же, как биологическая нейронная сеть, искусственная, состоит из отдельных элементов. Они здесь цветными кружочками обозначены. Это искусственные нейроны. И часть нейронов воспринимает входные сигналы, то есть внешние воздействия от внешней среды. Часть нейронов связаны друг с другом. А некоторые нейроны, вот там они зеленым обозначены, это нейроны, которые формируют уже окончательную реакцию искусственной нейронной сети на входные воздействия. И вот эти вот маленькие кружочки, здесь они расшифрованы. Здесь вы видите модель… Извините, сейчас я… Математическая модель искусственного нейрона. Ну вот, кто понимает математики, это очень простая функция, очень простая, но из огромного количества вот таких вот маленьких вычислителей можно собрать такую структуру, которая воспроизведет вообще любую функцию, многомерную функцию, которая может прийти вам в голову. Вообще любую, я не вижу ограничений, я не вижу тех зависимостей, которые бы нейронная сеть не могла воспроизвести. А вот состоит она из таких маленьких вычислителей, я вот здесь поясню для тех, кто не очень в структурных схемах понимает. Вот А1, А2, А3, А0, сколько входов, столько вот этих коэффициентов, плюс еще одно смещение. Что это за коэффициенты? Это весовые, так и называются, весовые коэффициенты, что они моделируют. Они моделируют реакцию биологического прототипа на то или иное внешнее возбуждение. А по факту-то что происходит? Каждый, вот X1, X2, X3 это некие внешние сигналы, просто это какие-то числа на самом деле. Каждое такое число умножается на коэффициент, полученный результат суммируется, и потом поступает на функцию активации. Если сумма слишком мала, нейрон спит, он ни на что не реагирует. Но как только эта сумма превышает некое порогое значение, искусственный нейрон начинает как-то отвечать на вот эти вот внешние воздействия. Вот здесь вот любопытное различие между математической моделью и биологического прототипа. Биологический нейрон, он как реагирует на внешние воздействия? Электрическими импульсами. Вот накопились какие-то химикалии внутри, грубо говоря, синапсов. Синапс это вот точки связанных между нейронами или между внешними какими-то рецепторами. Вот накопился электрический заряд, проходит электрический пробой, нейрон отдает всю свою электрическую энергию и опять успокаивается. Но вот эти вот электрические импульсы, они на самом деле шифруют просто огромный объем информации. То есть раньше думали, что нейрон включился-выключился. Нет, не так. Биологический нейрон путем формирования цепочек импульсов или последовательности импульсов может упаковать очень широкий спектр информации, примерно как ваш мобильный телефон. Они ведь тоже с внешним миром общаются через последовательность электрических импульсов. Только в радиочастотном диапазоне. Для математической модели, для компьютерной модели такой сложной системы передачи данных не нужно. Почему? Потому что компьютеру легко сохранить результат работы каждого нейрона и потом в какую-то перемену передать дальше. Поэтому искусственная модель нейрона, у него очень простая функция активации. Там нет никаких импульсов. Но величина, вот эта величина Y здесь описана, это реакция нейрона на входные воздействия. Вот этот вот сигнальчик, он в общем описывает активность нейрона. Если здесь нолик, нейрон спит. Если единичка, то нейрон полностью активен. Да, стоит упомянуть, что функции активации, они бывают очень различные. Я сейчас показал самую распространенную, ту, которой пользовался Хехт Нильсен в своих доказательствах, в своих работах. Не уверен, что вам следует читать Хехт Нильсена, но ознакомить полностью. Там очень много устаревшей уже информации, потому что это были 70-е годы, если мне не изменяет память. Но ознакомиться с его работами обязательно, то есть хотя бы ради истории. Очень много отечественных математиков занимались задачами моделирования искусственных нейронных сетей. Вот Калмагоров, математик известный, доказал одну теорему, благодаря которой у меня есть уверенность, что нейросеть воспроизведет практически любую неизвестную функцию. С нейросетями, с искусственными нейронными сетями, связан такой термин, как обучение. Это та самая главная функция, которую искусственная нейросеть переняла у своего биологического прототипа. И тут есть несколько терминов, просто запомните их, они будут потом часто встречаться. Обучающее множество – это набор примеров, которые содержат желаемую реакцию нейросети на некоторое сочетание входных сигналов. То есть мы заранее подготовили обучающее множество. Вот такие входы были в нейросети, вот такие выходы. И при обучении мы будем заставлять нейросеть воспроизвести именно то, что мы от нее хотим. Единственное, я говорю, что есть и другие подходы к нейросетевому обучению, когда там говорят без учителя и прочее. Пока я об этом не буду сегодня об этом вообще говорить. Вот простая задача. Есть последовательность примеров, нужно сделать так, чтобы нейросеть их запомнила, а потом, когда ей будут предъявлены новые данные, чтобы она на основании предыдущих примеров как-то их проанализировала. Дальше. Ну вот обучение нейросети – это математическая процедура, которая на основании обучающего множества подбирает веса нейронов. Вот те коэффициенты, которые называются веса нейронов, это просто какие-то числа. И именно от этих чисел зависит, как нейроны, соответственно, как нейросеть из нейронов будут реагировать на некие входные воздействия. Так вот, задача настройки нейросети – это найти вот эти коэффициенты самым удачным образом. Те, кто не забыл числяк или численный анализ, или те, кто будет его проходить еще. Что такое обучение нейросети по факту? Это решение системы уравнений, причем в этой системе уравнений огромное количество неизвестных, но еще большее количество уравнений. То есть количество уравнений больше, чем количество неизвестных. Так и говорят про некорректно поставленную задачу. Сам процесс обучения. Значит, кто будет читать прочисленный анализ, обратите внимание на многомерную реализацию идеи Ньютона. Вот в решении этих задач, настройки нейросети, сама по себе идеологически она очень проста. Чуть-чуть поменяли показатели, я имею в виду веса нейросети, посмотрели, в какую сторону сместились ошибки обучения и дальнейшая коррекция. Вот в основе большинства известных мне методов лежит вот метод Ньютона, который был придуман, когда там я уже и боюсь сказать. Когда Ньютон жил, кто мне напомнит? Вот с тех пор. Ладно. Теперь мы по поводу нейросети. Есть вопросы? Есть вопросы. Да, пожалуйста. Вы говорили про любую функцию, потому что она может издавить любую функцию. Да. Я имею в виду любую алгебраическую функцию. Ну я всегда, наверное, когда говорю функцию, подразумеваю алгебраическую. Да. Какую еще она может быть? Скажите, какая еще может быть? Прасцендентная. А это какая? Для которой они задаются алгебраической зависимости. Ну то есть, помогу у Калмагорова конкретно. У Калмагоров, насколько там были, видите, по-моему, речь шла даже о непрерывной функции. Но я считаю, что вообще любую. Функция – это сопоставление одного набора чисел с другим набором чисел. Правильно? Хотя бы в одну сторону, да? Можно так сказать про функцию? Что это вот один набор чисел, если второй. Математическое обвинение понятно. Разбываешься экзотические функции с разрывами. Ну вот эти разрывы, и их может смоделировать нейросеть, только им нужно научить записывать такие числа. Например, числа бесконечность. Вот в матлабе, например, есть такое число инф. Это число, которое больше любого, которое вы можете назвать. То есть даже такие функции она может реализовать. Только ее нужно очень аккуратно этому научить. Но я не буду говорить о таких функциях. Спасибо за вопрос. Еще? Вопрос был очень правильный. Я буду говорить о таких функциях, которые на самом деле легко представить в голове. Которые можно взять и нарисовать на бумажке. Хотя бы срез двухмерный. Теперь я закончу. Ребята, которые фотографируете, можете не напрягаться. Я выложу. Это не секрет. Может быть, там найдете ошибки, поправите и прочее. Я сторонник открытой информации. Поэтому не волнуйтесь. Прямо в группе выложу. Если забуду, ВКонтакте напомните мне. Перейдем к предметной области. Итак, искусственные нейронные сети – это универсальный аппроксимационный аппарат. А теперь я вернусь к предметной области, с чего, грубо говоря, я и начинал. Вот перед вами результат медицинских наблюдений. Это реальные результаты. Один из последних вариантов. Пришло какое-то количество, по-моему, здесь 70 добровольцев. Мы взяли у них кровь, послали ее на биохимический анализ. У этих же людей врач, специалист по сосудам, специалист УЗИ диагностики, ультразвуковой диагностики, посмотрел их сосудов. И посмотрел, здоровые сосуды или нет. Есть у них атеросклероз или нет. Я занимаюсь этой болезнью. Если хотите, потом вам отдельно про нее расскажу. Другой лекции. И кого врач назначил здоровыми, они на этой диаграмме обозначены синенькими кружочками. То есть вот здесь, вообще показателей много, но я сделал карту из двух показателей, так понятно. Вот здесь холестерин, вот здесь глюкоза. И вот смотрите, здоровые люди, это вот этот человек, у него очень маленький холестерин и очень маленькая глюкоза. Условно маленькая. Вот этот человек, у него невысокий холестерин, зато очень большая глюкоза. Идея понятна? Не все заканчивали математические факультеты, поэтому я пытаюсь быть подробнее. И вот смотрите, на этой карте удивительным образом здоровые люди сгруппировались вот в этом углу, а больные здесь, здесь. И я вот взял так, на выпуклый военно-морской глаз нарисовал просто полигон, где скопились в основном здоровые, в основном, да, и нарисовал, значит, полигон, где скопились в основном или чаще встречаются больные. Как я могу использовать подобного рода информацию? Ну, во-первых, понимаете, две альтернативные выборки, больные и здоровые, и вот они на одной карте. Ну, первое, это чисто научный интерес. Например, ну, с глюкозой и с холестерином все понятно, давно изучены показатели. Вот в моем исследовании всплыл некий показатель, там какой-нибудь, ну, не знаю, фермент печени какой-нибудь. И вдруг в ферменте печени мы увидели вот такой вот, что это руками аппетик, вот такую вот зависимость, ну, я глазами могу выделить, да, вот эту зависимость, я могу ручкой обвести место, где скопились здоровые, а в остальном месте больные. И вот этот показатель я нашел, на который никто никогда не обращал внимания, например, альфа-амилазу или, например, там какие-то автоиммунные антитела. Что мне делать с этим показателем? Можно просто выкинуть, потому что никто не поверит. Но я делаю не так, я иду к биологам. Я говорю, ребят, вот смотрите, у меня вот так вот получилось. Вполне возможно, что это случилось.